Сменялись поколения крылатых ракет Чем дальше, тем совершеннее они становились Тем лучшими характеристиками обладали По дальности, надежности и точности поражения Градус противостояния рос Авианосные соединения противника нельзя было выпустить из поля зрения ни на секунду Соприкосновение было настолько плотным, что бывало и такое 25 мая 1968 года При облете американского авианосца на недопустимо малой высоте Разведчик Ту-16 задел крылом воду и потерпел катастрофу Потенциальный противник продолжал совершенствоваться К середине 60-х американцы ввели в строй подводные лодки с баллистическими ракетами Имевшими дальность пуска в несколько тысяч километров Следить теперь надо было чуть ли не за каждой точкой мирового океана Задача сверхсложная, но решать ее было нужно Лодки следовало найти на любом удалении Да и авианосцы противника лучше было обнаруживать на дальних подступах Работа разведчиков осложнялась еще и тем, что полеты советских самолетов Проходили под пристальным вниманием пилотов НАТО Вопросы решались глобальные, но средств на это не жалели Необходимость обследования огромной по площади акватории Привела к появлению в 65-м году в составе флотской авиации самолетов Ту-95РЦ Вооружения на борту они не имели, а несли исключительно поисковую аппаратуру Обнаружив цель, они передавали ее координаты ударным самолетам и кораблям И делать это они могли уже достаточно далеко от родных берегов С одной дозаправкой дальность полета Ту-95 составляла 14 тысяч километров А это треть от окружности Земли Рубежи обследования отодвинулись аж до Бермуд Авианосцы теперь обнаруживались за трое-четверо суток До их выхода на радиус действия палубных штурмовиков Но вот подводные лодки Ту-95РЦ обнаружить, а тем более уничтожить не мог И другого дальнего самолета для выполнения этой задачи морская авиация пока не имела В 70-х годах учения советского военно-морского флота проходили одно за другим Маневры показательно проводились шумовыми и дымовыми эффектами Эффектность учений впрямую отражалась на финансировании А внутренняя борьба между различными ведомствами проходила нешуточно На борьбу с подлодками претендовала не только морская авиация Ракетные войска стратегического назначения предлагали не изыскивать субмарины противника Как иголки в стоге сена А накрыть единым ядерным ковром, к примеру, все норвежское море Дальняя авиация тоже претендовала на удары по морским целям А морякам оставляла скромную роль авианаводчика А штаб БМФ наоборот уверял, что авиация флота и сама справится Нужно только передать ей самолеты дальней авиации Спор отчасти погасил появившийся Ту-142 Противолодочный вариант бомбардировщика Ту-95 Созданный специально для военно-морского флота Ту-142 нес не только поисковое оборудование, но и средства для уничтожения субмарины Морская авиация в деле решения задач на море обрела полную самостоятельность Возросший статус позволил требовать новые виды вооружения В то время в ОКБ Туполева разработали новый ракетоносец Ту-22М И в морскую авиацию он поступил даже несколько раньше, чем в дальнюю Со временем флотское руководство сочло необходимым иметь в составе авиации ВМФ И самолеты-штурмовики для содействия морским десантам Такой мощи, как теперь, авиация флота в своей истории не имела никогда Выход на просторы Мирового океана потребовал согласованного поведения в нейтральных водах В начале 70-х, сначала в Москве, а потом в Вашингтоне, были подписаны соответствующие договоры Дабы не провоцировать друг друга, стороны обязались летать с включенными навигационными огнями И не совершать облет чужих кораблей на сверхзвуке Запрещалось также имитировать атаки Договоры были как никогда актуальны Один только американский флот включал десятки авианосцев самых разных классов И находились они по всему Мировому океану Немалый опыт американцы обрели во Второй мировой войне Обогатили его во Вьетнаме А в 70-х имели уже мощнейший и эффективнейший инструмент большой политики Авианосец – это целый город Слаженная работа службы Подъем самолетов на летную палубу Следующие друг за другом взлеты и посадки На борту и разведчики, и истребители, и штурмовики Последние способны нести тактическое ядерное оружие Руководство советского ВМФ видело Насколько эффективно используют свой авианосный флот американцы И желание иметь авианосцы у них было всегда Только реализовать планы долго не получалось В конце концов, авианесущие корабли в составе советского ВМФ появились Поначалу они несли вертолеты, которым для взлета достаточно было небольшой площадки Потом построили и специальные самолеты Ставка была сделана на машины, способные взлетать и садиться вертикально А значит, как и вертолеты, не требовавшие больших палубных пространств Эксперименты такого рода вели во многих странах В СССР создать такую машину взялся Александр Яковлев Проблема, однако, оказалась очень сложной Поэтому для начала в ОКБ построили опытный экспериментальный самолет Это был Як-36 Машина оснащалась двумя подъемно-маршевыми двигателями При вертикальном взлете сопла были направлены вниз А затем поворачивались, и самолет переходил в горизонтальный полет Самолет имел сложнейшую систему управления и стабилизации Со струйными рулями на концах крыла, на носу и в хвосте Предтечью его фактически стал исследовательский летательный аппарат «Турболет» Созданный в летно-исследовательском институте в 1958 году Управлял им Юрий Горнаев Он же на первых порах занимался и испытаниями Як-36 Сначала самолет испытывали на привязи Последовали короткие подлеты Их выполнял летчик-испытатель Валентин Мухин Каждый наш успех в этой области Говорил Яковлев об этом самолете Ставил проблем больше, чем решал 27 июля 1964 года Мухин выполнил первый полет Правда, взлет происходил обычным способом, не вертикальным И лишь через два года Як-36 выполнил полет по так называемому «полному профилю» Субтитры создавал DimaTorzok